Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 1 июня, сегодня у меня день подкормок. Начала я, конечно, с обработок теплицы. Я говорила, что я разделила весь участок на 4 зоны. Там, где подкормка нужна прям основательная для наращивания зеленой массы, потом там, где нужна подкормка такая средненькая, просто комплексная. И теплицы, я сказала, что здесь им подкормка пока не нужна. У них и зеленой массы много, и растут они хорошо, и все у них прекрасно. Здесь я просто сделаю борное опрыскивание. Все ссылки прошлогодние, позапрошлогодние о борном опрыскивании я добавлю в описании к этому видео. Но в этом видео я постараюсь все основные моменты снова затронуть. Как я делаю, как я развожу, как я опрыскиваю, все я это покажу. Вот это видео будет касаться той подкормки, которая не считается основной, которую вы можете делать, а можете не делать. Это поддерживающее, как для иммунитета, для большей завязываемости, для, короче, просто, если есть время, то можно сделать борное опрыскивание. Для растения это однозначно будет улучшение. И нам не очень тяжело. Прошел и опрыскивал весь огород. Все, смотрите видео. Про борную кислоту среди огородников. Ну, всегда было много обсуждений. У всех расходятся взгляды и вообще о применении борной кислоты, и о дозировках, и обо всем. Но мы сегодня спорить не будем. Я просто сегодня показываю, как я делаю. И хочу рассказать, как растворять, как я готовлю. Вот смотрите, борная кислота есть аптечная. Я вот нашла сегодня. Кстати, видно, что это старая уже пачка. Также 10 граммов, как садовая. Здесь написано, срок годности 5 лет. И дата выпуска, я посмотрела, вот, 17 год, 2017. Значит, мне можно ее тоже применить. У нас вот сейчас в режиме карантина пригодились мне все старые запасы. Все, что я откопала, я все применю нынче. И вот смотрите, неважно, многие спрашивают, брать в аптеке можно или нет. Можно ли в садовом магазине. Неважно, где вы ее возьмете, она одинаковая. Вот это борная кислота. Единственное, что спрашивают, раствор борной кислоты жидкой, аптечной, можно применять или нет. Насчет этого я сказать не могу. Мне кажется, она спиртовый раствор. И там совсем это другая борная кислота, но она там на спирту. И я не уверена, что ее можно применять. Но ни разу не слышала, по крайней мере, чтобы спиртовым раствором борной кислоты опрыскивали. Тут я вам не советчик, такую я не применяла. Я применяю только сухую. Раньше брала в аптеке, сейчас стали продавать в садовых магазинах. Вот такая очень красивая. 20 рублей стоит. Это вот нынче я покупала. И написано на 100 квадратных метров. Это значит, все 4 моей теплицы я обработаю вот одним этим пакетом. И обработка одной теплицы обходится всего 5 рублей. Ну и ручки приложить. Это очень хорошо, потому что очень часто препараты в последнее время для садоводов по завышенным ценам. Но борную кислоту можно пока. Кстати, вот садовая 20, а аптечную я брала дороже. В аптеке почему-то она дороже. Ну и про свойства написано. Увеличивает урожай, интенсивность цветения, повышается содержание витаминов в плодах, устраняет дефицит бора. Все. Но самое главное здесь у нас про дозировку, насчет которой много-много споров. Ну сейчас еще прочитаю еще, что написано. У кого нет такой пачки, и кто, например, купил в аптеке. Сейчас еще заострю внимание на то, что пишется о ней. Что бор способствует формированию мощного листового аппарата, корневой системы, повышает общую адаптацию растений к факторам среды, стимулирует цветение и урожайность, улучшает качество плодов. Вот смотрите, тут и корневая система указана, и вот этот листовой аппарат. Так что это общая укрепляющая вот такая обработка для всего растения. Будет лучше и листьям, и корням, и цветению, и будет оно лучше завязывать плоды. Но дальше самое интересное. Разведите 10 грамм на 10 литров воды. Все. Ну и потом опрыскивать растения свежеприготовленным рабочим раствором препарата в сухую безветренную погоду в утренние или вечерние часы, или днем в пасмурную, но не дождливую погоду. Все. Вот смотрите, в прошлом году, когда я делала опрыскивание вот по этому именно рецепту, по садовому, потому что когда мы покупаем в садовом магазине вот эти все препараты, ну как, мы же, это же подразумевается, что какие-то тестирования они проходят, у них какие-то там все равно проходят испытания. Раз они допущены в торговлю, это официальная торговля, все, мы можем положиться вот на этот рецепт. Но там один зритель у меня был в прошлом году, частый гость, Евгений Кичаев, или Кинчаев, извините, если неправильно назвала фамилию, он меня там начал разносить в пух и прах, так, что 10 грамм на 10 литров воды это большая дозировка, что они растения или растения сгорят, или там бор накопится, все умрут. Ну короче, обсуждение на эту тему, я даже специально видео снимала. И сейчас я скажу так, многие делают 10 грамм на 10 литров воды, но я подумала вот над этими его замечаниями, Евгения, и подумала, а он еще сказал, да, сейчас за вами новички повторят и все сожгут, подумала, и действительно, наверное, для начинающих огородников, но я в прошлом году говорила, делать дозировку лучше начинать с маленькой дозировки. Почему? Я вот нынче сейчас делаю 2 грамма на 10 литров воды, и буду показывать именно эту дозировку 2 грамма на 10 литров воды. Почему? Потому что они, некоторые люди, вот кто первый раз делает, они рецепт-то прочитают, и все, и видео до конца не дослушивают, и не дочитывают до конца некоторые вот эти вот предупреждения, что можно только утром или только вечером, что нельзя в солнечную погоду. Да, если сделать 10 граммов на 10 литров воды, сделать обработку в теплый солнечный день, то возможны вот такие вот химические ожоги. Все-таки это борная кислота, хоть она и не безвредна, хоть она и не такая, что это же не соляная кислота. И поэтому новичкам я все-таки советую делать более маленькую дозировку. Когда вы уже научитесь, когда вы все правила, золотые правила подкормки, я вот видео снимала, 5 золотых правил подкормки про обработки, про все, когда вы все это научитесь, тогда возможно, вам нужно будет и 10 грамм препарата на 10 литров воды. Но я знаю точно, что многие так делают, опытные огородники, ни у кого ничего не сгорает. Но тут, конечно, нужно уметь и нужно соблюдать все-все правила. Я сегодня сделаю так, как делали, делать, советую новичкам, с маленькой дозировочкой. Все. Как ее отмерить? Вот смотрите, я ее открыла. Она там, вот такой порошок белый, белый порошок. Сейчас многие пользуются, меряют вот просто шприцем. Я тоже могу вам сказать, что примерно, хоть и не точно, но примерно это будет так. Если вы насыпите, я вот убрала эту заднюю часть шприца, если вы насыпите сюда вот, вот до отметки 2 грамма, вот этот порошок белый, а я специально насыпала сюда, и потом в эту чайную ложку пересыпала, если вы насыпите сюда отметку 2 грамма и разведете в 10 литров воды, это и будет примерно дозировка 2 грамма на 10 литров. Ну, тут 2 миллилитра, конечно, ну, миллилитры и граммы, они примерно, но не точно сразу скажу. Но тут нет никакой опасности, если у вас будет даже чуть больше или чуть меньше. Опять же, раз мы можем даже делать 10 граммов на 10 литров воды, даже если у вас здесь насыпется чуть больше вот этого порошка, пусть будет 2,5 грамма, это ничего страшного. У нас ведь есть запас до 10 граммов, но больше 10 граммов, конечно, не делать. Но я пошла дальше, я вот этот вот, где 2 грамма, но я 1 грамм делала на 5 литров, я насыпала, потом пересыпала в маленькую ложечку. Сейчас покажу, какой будет объем в чайной ложке, потому что не у всех есть еще и шприцы дома. Вот такая маленькая чайная ложка без горки, видите, она вровень с чайной ложкой, это примерно 1 грамм. И я теперь шприцем уже давно не пользуюсь, это я вот просто, чтобы вам показать. Я беру вот такую маленькую чайную ложку порошка без горки, наливаю воды очень теплой, чтобы была выше температуры нашего тела, ну, градусов 40-50, у нас 36. Вот я засунув палец в эту воду, чувствую, что она намного теплее меня, потому что в холодной воде просто вы будете, ну, можно и в холодной воде, но она плохо растворяется, бурная кислота, и в теплой воде, ближе к горячей, у вас просто будет ускоренное растворение. Все размешиваю вот так, до самых последних кристалликов. Причем хочу заметить, что садовая, она мельче, вот эти фракции, сам порошок, он мелкий-мелкий, а бурная кислота аптечная, она может быть даже кристалликами покрупнее. Все, когда я растворила этот грамм, переливаю в 5-литровую баклажку, доливаю объем 5 литров, все, это получится у нас дозировка 2 грамма на 10 литров, то есть 10 литров я разделила на 2 части, на 5 литров 1 грамм. Больше я ничего не добавляю в опрыскиватель и опрыскиваю. Как я опрыскиваю, я сейчас вам покажу. Все, очень простая обработка. Обрабатывают обычно 3 раза, увлекаться тоже не стоит. Первая обработка делается в фазе активного цветения. Но вообще лучше я в огороде вам расскажу про фазы. Вот я объем до 5 литров долила и пошла сейчас обрабатывать теплицу. Но я сразу вот, чтобы закруглиться, скажу вам, что первая обработка всегда рекомендуется в фазе начала цветения. Вот видите, начинает цвести и сейчас для этих томатов подходит эта обработка. Вторая обработка в фазе завязывания плодов. То есть вот эта вот, которая у меня раньше посеяна, им тоже сейчас требуется. Но не требуется, а можно сделать такую обработку, потому что какие-то плоды завязываются, какая-то уже она цветет. И третья обработка в фазе налива вот этих плодов. Вот третья обработка как раз в фазе налива плодов, она считается для улучшения вкуса. А так как у меня вот это поле, оно смешанное, тут есть и цветущие, и в фазе формирования вот первых завязей, и в фазе налива плодов даже есть там в первом ряду. Так что вот этому томатному полю подходит по показаниям, по внешнему виду, по состоянию здоровья. Им всем подходит вот это борное опрыскивание. Единственное, что сегодня вот дождик, но зато вот такая пасмурная погода дала возможность, дает возможность, еще не доопрыскивали, сделать обработку в теплицах. Потому что в теплицах там тоже у меня цветущие томаты есть, и в фазе формирования завязей. И вот хочу сделать небольшое отступление, как тут не поверишь, в помощь космоса. Сегодня я посмотрела прогноз 24-25 градусов, думаю опять будет жара, не успеем утром обработать теплицы, там будет жара, все. Тут же вышло тут раз, сразу стало пасмурно, а еще подумала, ну хоть бы была пасмурная погода. Сразу стало пасмурно, никаких 25 градусов нет. Вот мы сейчас последнюю теплицу будем опрыскивать, я уже 2 с 6 утра опрыскала, потом пришла Катя, она вот мне сейчас еще помогает. Третью опрыскиваем уже, еще осталась одна теплица, но мы сегодня из-за пасмурной погоды все 4 теплицы обработаем вот этим. А это поле будет завтра. И хочу еще сказать про объемы. Вот смотрите, написано, этот пакет на 100 квадратных метров, я вам говорила, что он на 4 теплицы. 3 на 8 это 24 квадрата, 4 теплицы 98 метров. Как раз одного пакетика 20 рублей на 4 теплицы, но такого же пакетика, я вот буду использовать завтра аптечный, хватит вот на это все поле. Тут у меня 10 на 10 метров, ровно сотка. И вот эти все томаты, вот кто говорит про то, что там накапливается бор, он может, ну вы понимаете, такая, минимальный такой расход. Вот 10 граммов у меня разойдутся на 500 томатов, там какие-то сотни тысячные вот этого препарата. И все-таки, да, люди спорят, кто-то говорит, что это опрыскивание нужно и рекомендовано, кто-то говорит, что это вредно. Но мы спорить не будем, каждый решает сам. Я вот завтра сделаю опрыскивание этого томатного поля, а вы просто посмотрите, подумайте. Если вы боитесь делать такие обработки, ну не делайте, если не боитесь, многие делают, делайте, поищите информацию, все плюсы, минусы, взвесьте. Я никогда не говорю, что если я так делаю, значит это должны все делать другие. Я сама начала борное опрыскивание делать всего несколько лет назад. Все знаете прекрасно, что раньше не было никаких таких сильно препаратов, никто сильно не увлекался вот этими какими-то дополнительными витаминами, поддерживающими обработками. Просто садили, высаживали, уходили на работу, потом ну что вырастет, то вырастет было. А сейчас тем более на пенсии, время свободное, почему бы не поухаживать за вот такими нашими любимыми растениями. Все, вот это все о борном опрыскивании. Сейчас в конце еще увидите, как я буду обрабатывать само опрыскивание. Но там очень просто, так же как все остальное. Все. Как я опрыскиваю, делаю борное опрыскивание, я показывала уже несколько раз. В принципе, точно так же, как и все остальные опрыскивания. Вот тут я хочу заметить, так как это опрыскивание не лечебное, а просто профилактическое, когда лечебное, мы говорим, что нужно и нижнюю сторону листа опрыскивать, и верхнюю, когда вот от фитофторы. А это просто как корректирующая добавка вот такого элемента бора. Я делаю только по верхней стороне листьев, но вы можете обрабатывать и нижнюю сторону листьев, и стебли. Ничего страшного не будет. Вот я для скорости, потому что у меня, видите, опрыскиватель вот такой вот, простой старый помповый. У меня вот, чтобы обработать вот эту теплицу всю уральскую, даже поверху, нужно много времени. А вообще, если у вас есть время, можно опрыскивать снизу доверху. Ну, конечно, нужно соблюдать все правила. Я вот вышла с утра пораньше, у нас даже еще, сейчас покажу вам, даже еще солнышко не встало. Видите, как-то так сумеречно. Потому что в солнечную погоду нельзя. Опрыскивание бурным раствором может, так же, как и другие листовые подкормки, дать ожоги на молодых зеленых листьях. Спасибо. Спасибо.